Многодетные семьи Челнов решили объединиться, чтобы решать проблемы сообща. Челнинцы, которые получили землю в поселке Семикеево, обратились за помощью к инициативной группе так называемого солнечного города Подсолнухи. Накануне прошла очередная встреча. Какие проблемы есть у получивших землю горожан и с чего им стоит начинать? Тему продолжит Гузель Шигапова. Поселок рядом с селом Семикеево назвали Приозерным. В этом районе участки получили почти 300 многодетных семей. Итак, межевание земель уже прошли. Сейчас идет процесс присвоения названий улиц. Спортивная, школьная, цветочная, солнечная, семейная, счастливая. Понимаете? Улица Изобилия, Луговая. Мы бы хотели, конечно, чтобы топонимическая комиссия сохранила эти все названия, так как они по закону полностью соответствуют законодательству. Мы изучили законодательство. Некоторые приозерцы уже начали застраиваться. Коллективно подают заявки на проведение электроэнергии. Но есть и семьи, до которых еще не достучались члены инициативной группы. Таких около 50. Если заявки на услуги подавать коллективно, они обойдутся дешевле, предупреждают инициаторы. Группа ведет обсуждение в социальных сетях, ВКонтакте и Ватсап. Номер телефона указан на экране. Вторую подачу заявок мы планируем на ноябрь-декабрь. Всех приозерцев просим откликнуться. Потом идет сейчас в данный момент присвоение названия улицам. Следующим будет этапом у нас присвоение адресов. Сейчас нашими инициативной группой и нашими соседями приозерцами формируются документы. Эти этапы мы тоже прошли, вспоминают жители Подсолнухов. Все начиналось так же. Теперь в Солнечном городе более 2000 участков. А на днях все адреса жилых домов и социальных объектов указали на Яндекс.Карте. Это нужно не только жителям и гостям, в первую очередь социальным службам. Ведь сотрудники скорой помощи и полиции тратили уйму времени на поиск нужного адреса. В последнее время решаются и более глобальные проблемы. Провели водопровод, собственными силами приступили к строительству главной дороги. В прошлом году мы получили по программе «Чистая вода» 17 миллионов до поселка Подсолнухи. В этом году 15 миллионов. Мы сейчас 80% работы проводим упор на строительство основной дороги, главной. А другие, к примеру, внутренние свои дороги, то есть уже соседи, стараются скидываться сами. Многодетные семьи, вообще вот данные инициативы, они всегда поддерживаются. Это активная жизненная позиция гражданская, когда люди со своей позиции, они стараются улучшить, соответственно, благородить, дать название. Соответственно, помимо после улиц, названия улиц, я думаю, там будет и инфраструктура точно так же развиваться. Сейчас инициативная группа обоих поселков готовит документы на получение различных грантов, надеются на победу. Это позволит улучшить инфраструктуру. Гузель Шигапова, Ильдар Шайдулин, Новости, Челнитова.